Всем привет! С вами Любомир, вы в мастерской Счастливого Мастера. И в этом выпуске я расскажу, как сделать самодельный циклон для пылесоса. Для тех, кто не знает, это такое устройство, которое позволяет собирать большую часть мусора в отдельном мусоросборнике, а не отправлять его в фильтр пылесоса. Итак, что мне понадобится для изготовления моего циклона? Я взял вот такую 110 трубу, также у меня тут будут различные переходники, заглушка, вот такая вот лейка, очень, кстати, прочная. Наверное, крохкий материал, но достаточно прочный. Имеется у меня вот такая вот трубка с офисного кресла, которая очень хорошо подходит на 50 трубу. Она вот прям очень плотно насаживается сюда. Так, и дальше у нас есть вот здесь вот уплотнитель, переходник с 50 на 40 трубу. Вот она сюда очень хорошо входит и входит вверх и вниз. Так, ну и, конечно же, ведро с крышкой. Крышка должна быть потвердее такая, чтобы она не совсем мягенькая была, а такая поплотнее немножко. Крышечка, чтобы она у нас не полопалась, не развалилась. Внутри стоит вот здесь вот такой вот переходничок, вот так он выглядит, если посмотреть на него отдельно. Я отказался от конструкции, где используются вот такие вот уголки на 45 или на 90 градусов. То есть я отказался от вращения потока воздуха внутри самого ведра. Да, да, это очень легко сделать. Сделал два отверстия, поставил вход, поставил выход и все. И можно, в принципе, пользоваться таким циклоном. Да, он работает, он собирает большую часть мусора в ведре. Но я хочу отказаться от вращения именно в самом ведре, чтобы меньше поднималась пыль. Если пыль туда в ведро зашла, чтобы она там уже и осаживалась. Поэтому я буду изготавливать циклон наподобие того, что продается на Алиэкспрессе. Буду использовать вот такую вот воронку. Может, она и не обязательно, может, она и не нужна. Сначала я ее просто вот здесь обрежу или вообще не буду обрезать и вставлю в ведро. Прям вот так. Давайте это уберу, чтобы оно не мешало. Значит, вот так я просто сначала вставлю. Но, скорее всего, это работать не будет. И мусор будет назад втягиваться в пылесос. Поэтому я потом обрежу вот здесь. И выход будет вот такой вот широкий. Дальше будет идти у нас вот такая 110-я труба. Всю длину я использовать не буду. Конструкция будет вся разборная и регулируемая. Будет вставляться вот такой переходничок. Здесь я это все прихвачу термоклеем. То есть, заодно это все будет заизолировано. И воздушный поток не будет проходить. То есть, вот такая вот воздушная изоляция будет термоклеем. Я думаю, будет нормально. Термопистолета у меня пока что нет. Но попробую горелочкой как-то все это термоклеем заизолировать. Так, с этой стороны я, наверное, буду использовать не такую вот 110-ю трубу. А буду использовать именно с переходником. С самим наконечником, вот таким расширителем. У меня она тоже есть. Я его отрежу. Она будет короче намного. Потому что такая большая длина, я думаю, не нужна. Это будет вставляться сюда. С таким переходником, я думаю, здесь понятно. В общем, с двух сторон будет вот такая вот соединительная муфта. Здесь и здесь. То есть, выглядит будет действительно как муфта. Не знаю, есть ли продаются ли 110-е муфты. Возможно, продаются. Но у нас в хозяйственном магазине их не оказалось. Поэтому я сделаю именно вот таким образом все это дело. То есть, у меня будет вставляться сверху вот такая вот типа 110-е муфты. Вот такая у меня есть заглушечка. Я буду использовать 110-ю. Сверху будет точно так же выглядеть. Сюда будет вставляться 110-я заглушка. В 110-ю заглушку будет вот здесь высверлено отверстие. Это сделано будет тоже, чтобы была эта вся конструкция разборная и регулируемая. В общем, вот так вот будет сюда вставляться кусок, отрезок 50-й трубы. С той стороны будет надет вот этот патрубок. Вот эта вот часть из кресла. И это все таким образом будет очень герметично фиксироваться. Потому что надевается он очень-очень туго. Если с этим патрубком работать не будет или будет работать неправильно, не так, как мне будет надо, то будет вставляться вот этот. Хотя он и так, и так будет вставляться. Просто я таким образом смогу регулировать высоту. И смотреть вообще, как все это работает. Возможно, сделаю здесь окошко из полиэтиленовой бутылки. Небольшое окошко для того, чтобы смотреть, как работает вообще поток. И изучать вообще его. Потому что это достаточно интересно изучить, как работает сам вихрь. Так, как же будет работать само завихрение? Ну, завихрение будет работать очень просто. Значит, здесь будет сверху, я думаю, понятно, здесь будет выход. Сюда будет подключаться пылесос. Ну, а соответственно, сама трубка, через которую мы будем собирать мусор, вот таким образом сюда вставляться. То есть, одна трубка будет здесь, а сбоку будет подходить вот эта трубка. Тут я тоже зафиксирую термоклеем. Таким образом будет происходить как бы завихрение вот здесь воздуха. После этого он будет стремиться вниз, потому что здесь будет стоять тоже трубка. Поэтому воздух будет стремиться вниз, но при этом он будет стремиться именно завихрением. Как в настоящем циклоне. Ну, а здесь будет вот такая вот штука, сужающаяся немного. И, по идее, мусор должен, под действием центробежной силы, должен уходить вниз и падать, собственно, в ведро. Что же, если вам было полезно это видео, то ставьте лайки. Также подписывайтесь на канал, если вам это было интересно и полезно, потому что дальше я все это буду показывать. Также будет много всего другого интересного на моем канале, поэтому подписываемся, ставим лайки. Всего доброго, друзья. С вами был Любомир. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok